Сегодня мы представляем вашему вниманию фото-выставку работ Рахмановой Валентины Сергеевны «Моя малая родина». Фотография – это искусство, искусство наблюдения. Это умение найти что-то интересное, увидеть что-то новое. Фотография дает возможность взглянуть на мир другим взглядом, увидеть красивое в обыденном и остановить мгновение. Валентина Сергеевна говорит о том, что она живет и дышит этим искусством. Ей очень хочется показать всю красоту, всю яркость красок, дивных и замечательных мест в нашем прекрасном мире. Все то, что находится рядом с нами, и мимо чего мы иногда проходим. Вообще фотография меня начала увлекаться в детстве. В то время, когда увлекались все. Фотоаппарат самой простой смены, фото-вспышка, фиксаж, проявитель. И потом пошли годы. Детский сад, воспитателем в детском саду. Обратила внимание, что дети очень наблюдательны. И чтобы зафиксировать наблюдаемое, было интересно заснять на фотоаппарат. И вот фотофиксаж, фотофиксация, это очень интересно, когда дети потом наблюдают, рассматривают, организовывали фото-выставки для детей, для родителей. И годы шли. Я рассталась с детским садом. Но мое хобби к фотографированию не ушло. Но как пришла к природе, как есть у Крищвина рыбе, вода, птицы, воздух, звери, лес, степи, горы, а человеку нужна Родина. И охранять природу, значит охранять Родину. Так и у нас. Охранять и любить нашу природу, значит любить нашу малую Родину. Малая Родина. Шесть букв. Какое короткое слово, но с какую емкость оно имеет. Вот. Ну что можно сказать? Если выразиться словами Ивана Савича Никитина, пойми живой язык природы и скажешь ты прекрасен мир. Ну вот так я и пришла в природу. Птица. У каждого из нас своя большая и своя малая Родина. Каждый народ живет в своем месте. Каждый человек живет в своем малом мире. Но кем бы мы ни были и где бы мы ни родились, для всех всегда прекрасным и радостным останется его дом, его земля. Какими еще красивыми словами можно назвать то место, где ты родился, где ты вырос? Тот родной уголок земли, который называется таким простым и таким емким словом Родина. Такой цветок, как колокольчик, каждый из нас известен с детства. Колокольчик можно встретить на лесной лужайке или в поле, а можно вырастить самостоятельно. Эти цветы считаются символом семейного счастья. Их даже называют жених и невеста. Раньше колокольчики вручались молодоженам на свадьбу. Считалось, что этот букет подарит им любовь и семейное благополучие. Еще один замечательно красивый цветок – калужница. Это слово происходит от слова «калуга», «калушка» или «калужина», что означает «болото», «грязь», «лужа». Калужница – болотное, достаточно зимостойкое растение. Она встречается на болотистых лугах и по берегам водоемов. Кто любит зной, ее не знает. Она от зноя бежит прочь. Сухому лету, как чужая, дождливому родная дочь. Купальница. Более известная нам под названием «жарки». Название «купальницы» в европейской традиции означает «цветок тролля». Цветы эти – купальница или жарки – очень необычные и интересные растения. Они встречаются в Сибири и в горах Алтая. Они, подобно камням самоцветом, горят огоньками в темном малахите сочной зелени. В пору раскрытия бутонов цветы превращают луг в огромное море, в котором будто бы отражается оранжевое жгучее солнце. На полянах в лесу, на бескрайних лугах растут цветы жарки и радуют глаз почти все лето, разогораясь живыми огоньками в мае и не потухая до самого августа. Купальница или жарки во многих регионах имеют разные народные названия. Среди множества названий – сибирская роза, огоньки, купавка, огненный цветок, кучерская травка. Но если верить скандинавским легендам, купальницу особенно ценили лесные тролли. Она стала их излюбленным цветком. Русское именование, скорее всего, связано с аграфенной купальницей – покровительницей всех водоемов. За всеми этими названиями скрывается красивое, изящное растение. Птицы – это песни и полет. Это голоса наших лесов, степей, гор и пустынь. Песни птиц звучат на земле круглый год. Их голоса слышны днем и ночью. Птицы – дети воздуха, покорители воздушного океана. Они поднимаются выше облаков, перелетают через моря и океаны. Птицы – дети радуги. Перья их раскрашены во всемыслимые и немыслимые цвета. Птицы – вестники радуги. Невозможно даже представить нашу землю без птиц. Вот что такое птицы. Журавли для большинства людей – это олицетворение природы и борьбы за ее спасение. Это дивные птицы. Они рождают такие чувства, которые трудно передать словами. Их радостные крики возвещают в наших краях приход весны. А улетающие на юг стаи вносят тепло уходящего лета. С журавлями связано несчетное число легенд, преданий и сказок. Их считают посланцами неба, символами бессмертия, любви, верности и родительской заботы. Птица Кроншнет является ярким представителем семейства Бекасовых. Их легко распознать по особым длинным клювам, немного загнутым вниз, которые помогают им выискивать добычу во влажном и листом дне. На сегодняшний день насчитывается 7 семейств этих пернатых, 5 из которых встречаются на территории России. Всего же их известно более 130 разновидностей. Зимой эти птицы улетают в средиземноморские страны. На данный момент большинство орнитологов считают практически исчезнувшими с лица нашей планеты этих прекрасных птиц. Сибирский Кроншнет гнездится прямо посреди полян вдоль сибирских рек. На сегодняшний день считается одной из самых редких птиц в нашем клюве. Грибы – необычные представители живого мира. Они выделены в свое отдельное царство природы. Запах спелых трав поспевает в барах брусника, Провсюду краснеет шуковник, зарумянилась рябина. Все это приметы, означающие наступление счастливой поры. Поры уборки лесного урожая, поры сбора грибов. Начинается грибное путешествие по лесам. Раннее утро. Величавая тишина великолепного покоя встречает грибников. Перед глазами перелистывается живая книга природы. Самая заветная мечта каждого охотника с корзинкой – это белый гриб. Ни один другой гриб так не волнует, как боровик. Заметишь – и будто сердце замрет. Берешь и разглядываешь этого лесного красавца. Важный гриб. Собирать белые грибы – это лесная поэзия. Увлекательна прогулка с корзиной по покоям задумчивого леса. Неповторима красота наших лесов. Лес раскрывается только для тех, кто умеет чувствовать к его существам родственное внимание. Везде, куда бы ни упал мой взор, красота и великолепие. Лес – это звери и птицы, грибы и ягоды, лесные полянки, ручейки – это чистый сосновый воздух, аромат прелых листьев – это яркие гроздья рябины и белизна весенних берез. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова